Привет всем! Сегодня вы увидите видео, которое было отснято очень давно, но озвучить его руки дошли только сейчас. И так, продолжаем работу над фигуркой Тора. Сегодня я вам поясню, расскажу, как я доделал мелочевку на этой фигуре. Итак, приступим. Итак, сейчас вы можете видеть, что я продолжаю работу над наручами или напульсниками. Фрагмент этой детали окрашен черным цветом, скажем так, разделяющим, который у нас создает контраст между деталями самого этого напульсника, так как он имеет красную и черную часть, ну или серую. Для этого у нас нанесен черный, как база, и начинаем выделять уже непосредственно красные детали. Для этого я беру базовый темный красный цвет и наношу его на те участки, там где он должен находиться. Прохожу по всем уголкам, по всем объемам этой детали. Далее беру более светлый оттенок и также наношу на необходимые участки. Опять же не забываем о том, с какой стороны у нас падает освещение, да, свет. Вот, и опираясь на это, выделяем все складочки, все детальки на этом напульснике. Деталь эта окрашена уже была после приклейки плаща. На предыдущих видео вы можете обратить внимание, что голова и плащ это одна целая деталь. Вот, поэтому пришлось приклеивать уже окрашенную голову плащ и подкрашивать мелкие детали, которых было неудобно подкрашивать в разделенном состоянии, скажем так. Для окраски руки я использую Bestial Brown от компании Citadel и Blitchett Bone в костяной цвет светлый. Я их смешиваю и наношу на поверхность детали. Здесь непосредственно я показываю базовый оттенок или укрывной. Использую Bestial Brown в чистом виде для подложки. Для того, чтобы у нас черный не просвечивал уже в будущем телесном. Чтобы у нас телесный не был зеленым. Тщательно покрываем все участки. Далее подмешиваем светлый оттенок. Делаем небольшое смешение со светлым цветом. Мы наносим, выделяя уже непосредственно детализацию. После того, как нанесли первый оттенок уже, так сказать, базовый. Начинаем его высветлять постепенно, добавляя в него SnackBite. Ой, не SnackBite. Добавляя в него Blitchett Bone. Делаем этот костяной цвет. И выделяем на поверхности детали все наши детали. Костяшки, выпуклости, всевозможные на кисти и руки. Ногти обрисовываем и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И оставляя предыдущие оттенки, наносим на более выступающие участки. Создаем объем, цветотень, кому как больше нравится. Ну, опять же, все это, когда наносится, не забываем о анатомии, как оно может быть. То есть, если костяшка у нас более выпуклая, то на более верхнюю точку так и наносим. Но опять же, надо не забывать о том, как деталь будет находиться на, скажем так, в приклеенном состоянии на готовой фигуре. С учетом этого наносим блики, скажем так. Тонировка обычная провожу до чистого светлого цвета, нанося его непосредственно на те участки, ну, скажем, на пиковые точки, где непосредственно самый яркий блик. Итак, я закончил тонировку телесного. После этого я беру красно-коричневый цвет, развожу до жидкого состояния и прохожу, скажем так, зазоры между пальцами, углубления вот эти, да, чтобы наши пальцы не сливались. Следом за этим я беру красную проливку и тонким слоем прохожу те места, где обычно имеется покраснение на наших руках. То есть это под ногтевыми пластинами, вокруг костяшек, можно пройтись на ладони, если это ладонь раскрытая. Это добавит более-менее такой живости поверхности и будет выглядеть достаточно реально, ну, по крайней мере, на мой взгляд. Вы можете поэкспериментировать дальше сами. Следом за этим я перехожу к окраске ручки молота. Прохожу ее предварительно черным цветом, чтобы устранить те участки, где, возможно, была содрана краска. Далее беру темно-коричневый цвет и прохожу полностью по тем участкам, где имеется такая своеобразная намотка на этой рукоятке и ремешок. Это у нас будет базовый цвет кожаного этого ремешка. За тем исключением, что ремешок у нас на конце рукоятки имеет петлю, вот внутри этой петли я оставляю немного черного, чтобы разделить эту петельку на детали, чтобы она у нас не сливалась. После этого я беру более светлый оттенок коричневый либо подмешиваю в этот темно-коричневый цвет песочный, либо более коричневый какой-то оттенок и прохожу уже непосредственно саму фактуру этого ремня, то есть как он переплетен, обкручен, оставляя более темный между каждым витком этого ремешка. Таким образом мы выходим на самый светлый цвет, который нам необходимо получить для этого ремня. Опять же, после этого, перед тем, как приклеить, надо посмотреть, как у нас будет это выглядеть и посмотреть, где сделать аспекты светлого. Далее я это приклеиваю, наношу обычный суперклей. Лишние излишки клея я убираю салфеткой, торцом салфетки, так как торец лучше всего впитывает клей. После этого я уже расставляю самые яркие точки на коже, в которой обкручена рукоятка. Делаю блики от цвета. Если при росписи таких деталей вы закрыли часть углублений, то берем темный цвет и проходим там, где нам необходимо показать разделение. Также темным цветом можно рисовать царапины, точки всевозможные, добавляя детализацию и реализму этой детали, ну там, изделия. И вот, я завершаю окраску этого ремешка, используя песочный оттенок. Далее добавлю чуть-чуть светлого цвета, ну или белого. Сделаю совсем резкие блики. Так он будет выглядеть наиболее интересно, ярко. Далее добавлю чуть-чуть светлого цвета. Берем фигурку, смотрим вокруг, что у нас и как. Теперь возьму черный цвет, покрою сам молот и будем работать с молотом. На молоте я хочу показать рефлекс, поэтому верхняя часть молота у нас будет более синевато-голубоватая, такая светлая. А нижняя часть молота, которая ближе к плащу, она будет покраснеет. То есть будем создавать рефлекс, отражение цвета на объекте. Для этого изначально я выкрашиваю грани, плоскости молота серым цветом. Ну, черный плюс серый. То есть, опять же, непосредственное смешение цветов для получения более плавных переходов. Также, если на поверхности детали имеются какие-то там царапины, углубления, там какие-то точки непонятные, там раковинки, скажем так, их можно точно так же протонировать. И это придаст наиболее такой живой вид детали. Та часть, которая у нас больше повернута к плащу, она будет уходить у нас в красный. Для этого я тот серый цвет, который у нас имеется базовый, добавляю немного красного и постепенно вывожу. То есть, у нас отражение на молоте будет не прямо красное, а такое с розовым, скажем, отливом в сером цвете. Так как это не зеркало и не полированное изделие, скажем, поэтому цвет там преломлен и отражается не сильно. Для осветления я буду туда добавлять белый цвет понемножку, постепенно и буду уделять непосредственно уже сами грани и уколки, делая самые блики. Вот здесь уже это хорошо очень видно, как осветляется поверхность, обращенная к плащу, и вот здесь уже видно хорошо блики. Сделать это нужно на всех поверхностях, которые повернуты к плащу. То есть, чем больше деталь повернута, скажем так, к объекту рефлексии, тем больше ее надо тонировать. Может быть, даже где-то добавить больше красного, так как она ближе и отражает больше света. Света и цвета. Верхняя часть здесь, она как бы обращена к небу, поэтому она более голубоватая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верхняя часть молота окрашивается через слегка голубоватый, как я уже сказал. После того, как мы добавили голубого или синеватого цвета, начинаю высветлять это все чисто белым цветом. Краска достаточно жидкая, она должна ложиться тонкими слоями, и кистью ее нужно вытягивать в тех направлениях, где будет самый яркий блик. Так же повторяем все грани, выделяем какие-то царапины. Здесь хорошо видно, как я прорисовываю маленькие полосочки. Это как раз царапины на поверхности этого молота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, друзья, если вы не видели первые выпуски по работе с этой фигурой, хочу обратить ваше внимание на это. Зайдите на канал, в плейлист, посмотрите. Думаю, вам понравится. И так работа над молотом подходит к завершению. Сейчас я наношу более яркие блики на те участки, которые больше всего освещены. Выделяем вот эту вот пяточку на молоте. Все так же, не забывая о том, с какой стороны идет свет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чисто белым вставим блики. Самые яркие точечки. Также подчеркиваем царапины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После проделанной работы рассматриваем, любуемся всем этим. И говорим, да, мы крутые. Классно получилось. Теперь перехожу к росписи волос. Для базового цвета возьму снэкбайт. Это такой горчично-песочный цвет. Так как он у нас то блондин. Поэтому я и выбрал этот цвет. Более темные здесь не имеют смысла. Значит, нанесли мы весь цвет на волосы. Работу над волосами мы продолжим в следующем выпуске. Если выпуск сохранился на жестком диске. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Заходите в описание к данному выпуску. Находите ссылку на донат. Находите ссылку на группу ВКонтакте. Находите ссылку на Инстаграм. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Все комментарии просматриваются. Возможности отвечаю на вопросы. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok